Гуро, ранок, грохе, Вопу-мун пурно-прассаан —так. Сисила-вакатиши-дханта, sarashvati-guacheswami чакапLehupa, чов. Сисила-бакатиши-дханта, sarashvati-guacheswami Evapova, сказал, что whirl курButa – она выше всего. Гоукрипа — это то, что даст нам поддержку. 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 Они говорят, что у Брама нет сварупы, то есть если мы можем принять какую-то форму этого безличного Брама, то это не так плохо. Но для садака, который совершает баджан, то есть Майвади думают, что только на каком-то определенном участке их баджана они могут думать об этой элеграхе, но потом отказаться от нее. И таким образом Майвади никогда не верят, что Кришна имеет вечную форму, что был ващнавы вечны, и согласно седанте ващнавов, Бхагаван, Верховный Господь Бхакта, преданные и Сева служения, они все должны быть на одном уровне. Если они находятся на разных уровнях, то служение невозможно. Например, Кришна находится очень высоко на трансцендентном уровне, а Вы на материальном уровне. Вы не можете надеяться, что Вы можете совершать служение на 100%. Это невозможно, поскольку Вы такой промежуток должны преодолеть, вы должны возвыситься на уровне Кришны. Но почему тогда Гуарба просит нас о служении в играхе? Разве они не знают? Нет, они знают, чтобы помочь Вам преодолеть эту проблему. И вот чтобы Вы могли избавиться от этой проблемы, они дают Вам возможность, когда под руководством Кришна или ващнавов Вы совершаете баджан, то служат Гурдеву. Например, Вы приносите цветы для поклонения. Таким образом, по наставлению Гурдева Вы собираете какие-то тулы, какие-то цветы, идете на рынок, что-то купите для поклонения. И таким образом, если Вы будете дальше совершать такое служение под руководством Гурдевого Чистого Приданного, то так или иначе Вы получаете, что не прямо, а косвенно совершаете служение. То есть, если Вы сами будете предложить баджан, святые плоды, какие-то подношения к Кришне, то Кришне, то Кришне, это не дойдет, поскольку Вы не находитесь на том уровне, но когда Вы даете это Гурдево, чтобы Он предложил, то Кришне принимает это, и потом, когда Он совершает арчану, Он может предложить это Кришне, и это дойдется до Кришне. То есть, мы не прямо, а косвенно образом совершаем выслужение, и таким образом, если Вы следуете, то есть, чисто Гуру Ваишнава, то есть, такое положение у нас получается. То есть без Гуру Ващнава Севы невозможно возвыситься, это единственный путь продвижения на пути Баджана. Без Гуру Ващнава Севы вы не можете представить, что вы сможете как-то достичь Кришны и служить Ему. Это невозможно. И Сила Пропопад говорит о Вашем храме, например, Рада Говинда или другая Викраха какая-то установленная Вашим Грудевым. Но когда Вы входите в храм, чтобы поклоняться Ему, когда Вы выходите, то Сила Пропопад спрашивает, поклонялись Вы? Да, поклонялись. А кому Вы поклонялись Радой Говинде Гуахари? Да, Сила Пропопад говорит, нет. Как вот там Рада Говинда, Гуахари, там эти божества, я поклонялся им в храме. Но нет, Сила Пропопад говорит, что максимум Вы можете возвыситься до Лакшмина Райны. То есть до тех пор, пока Ваше сердце оскорено какими-то желаниями или еще чем-то, это невозможно. То есть так или иначе, если возвыситесь до какого-то уровня, но все же у Вас есть какое-то представление о богатстве, что Кришна спасет нас, Кришна для нас делает, то есть у нас такая концепция в уме, такое представление. Если Вы думаете так, то Кришна недоволен. Почему я говорю таким образом, поскольку я хочу рассказать о славе Сила Бахти Балабхите Гаслама Храджи, сегодня день его ухода моего года. Почему я говорю так, потому что Вы, чтобы Вы изменили Ваше представление, чтобы Вы поняли, что, к чему, что без гуру-вэшнам, с собой чистым гуру-вэшнам невозможно совершать настоящий баджан, и вот я начал вот с этой шлоки. И на самом деле, в 10-е части Судама Випра и Кришна, когда Судама Випра, он был молод, и Кришна был там, они пошли к дому Сандипани Муни. Они учились в Усандипани Муни. И вот там было 64 курса, и вот это их 64 урока, и они за день проходили один урок. И в то время они подружились с Судама Випра. Судама Випра очень беден, но в том смысле, что у него денег не было. Но на самом деле, если кто такой бедняк, то кто такой бедняк на самом деле? Удав спрашивает Кришну, кто беден? И вот он отвечает, что те, кто не имеют контроля над своими органами чувств, они есть неудачники-бедники. И мы в этом материальном мире думаем, что если кто-то не хочет тратить деньги, он этот скупой беден. Но Кришна говорит таким образом, кто-то не может контролировать свои чувства, кто такой Даридра беден, но тот, кто неудовлетворен всегда. Ашан то, что, например, у человека много денег, но все равно недоволен. То есть, если вы не совершаете Кришна-баджан, то нет никакого шанса, что вы будете полностью удовлетворены, не совершая баджан. Невозможно достичь настоящего удовлетворения. Это удовлетворение придет в вашу жизнь, когда вы будете совершать настоящий баджан. Гуру-вачнаб, они не хотят решить ваши проблемы. Они должны решить эти проблемы, потому что они могут получать результаты, очень хорошие. Вы знаете, у них не должно быть никакого шанса в отношениях. Очень должно быть. Очень хорошие отношения должны быть там. Таким образом, вы видите, Судама-бипра и Кришна обсуждали, Кришна говорит, когда ты получишь полную милость Гурдова, тогда вы обретете полное удовлетворение. Пурно-просанта – это санскритское слово. Просанта – значит совершенное удовлетворение, совершенное блаженство. Но перед этим слово, приставка «про», префикс такой. Он используется, чтобы подчеркнуть силу слова, чтобы увеличить значение этого слова. И не просто прошанта, а просанта. Шанта – просто находиться в удовлетворенном состоянии, а прошанта – это такое наиспокойнейшее состояние. Как-то так. И вот эта приставка используется для увеличения силы слова. Просанта – значит, вы уже слышали из читания чайтам литья, читания чайтам литья, там говорится, что Кришна-бхата – он есть только Кришна-бхата. У него нет никакого желания в его сердце, только он может быть по-настоящему спокойным. У остальных есть много желаний в сердце, и невозможно надеяться, что они смогут стать по-настоящему спокойными в их сердце. Они всегда чего-то хотят, они всегда беспокойны. Только Кришна-бхата, он может быть по-настоящему умиротворен. И говорится, что никто, кроме Кришна-бхата, преданного Кришна, не может быть по-настоящему спокойным. В сердце преданного Кришна нет никаких посторонних желаний, только Кришна присутствует в его сердце. И поэтому они удовлетворены, они спокойны, они не имеют никаких посторонних желаний. И поэтому говорится в этой слоге, что только для преданного Кришна можно стать по-настоящему удовлетворенным, по-настоящему спокойным. И вот Майваньчев, они не верят, что Фома Господа вечна, что его лилы вечны, что имя вечное. Но так или иначе можно видеть, что Гуру Пуджи совершают большим энтузиазмом, даже больше, чем мы. То есть можно посмотреть, они очень этим богатым, шикарным образом совершают Гуру Пуджи. Но все же их Гуру Пуджи, она не совершена. Нет, она ложна. Поскольку они не верят, они совершают Гуру Пуджи, но это подобно какому-то лицемерию. То есть они показывают, как они совершают Гуру Пуджи, но они не верят в Гуру, в принцип Гуру, в то, что Гуру вечен. Они не верят, что если следовать наставления Гуру Дева, то сможем достичь его уровня. И поэтому Шилхов Пуджи, он был очень опечален говорить о том, что мы все что-то больше, кто-то меньше, а скромены Май Ваде, поскольку мы не верим на сто процентов. Если вы верите в Гуру Дева, то вы должны следовать на сто процентов. Если вы можете, если Гуру и Вашна, они будут довольны вами. И только тогда вы сможете начать настоящий панджан. И вот Гуру Пуджи, это Госвай Махараджи, он был воплощением Тринадапи. Он говорил часто, что Бхакти Валаптии, Госвай Махараджи, он более смирен, чем Травинка, он настолько смирен. И как это? Поскольку, да, на самом деле, после того, как ушел Шилла Бхакти Дайтамадова Госвай Махараджи из этого мира, он следовал Шиллепури Госвай Махараджи, который был не отличен от его Гуру Дева полностью, без каких-либо отклонений, не было ни капли лицемерия в его поведении, он полностью следовал Шиллепури Госвай Махараджи, подел руководством, он слышал Харикатку, говорил Харикатку. Во время парика он всегда ходил за ним на любые какие-то свои действия, он просил разрешения его Шиллепури Госвай Махараджи. Он так следовал, он видел в Шиллепури Госвай Махараджи своего Бхадава и поэтому следовал ему полностью, поэтому в своей жизни я никогда не говорил, что Шилла Бхакти Дайтамадова Госвай Махараджи, это мой брат Бога, я отношусь к нему как к Гуру, я отношусь к нему как к Шикшагуру. То есть они говорят, что я их брат Бога, я говорю, нет, я ваш ученик. И вот я хочу сказать нечто о секрете Бхаджана Шилле Бхакти Дайтамадова Госвай Махараджи, иначе не все могут понять. И вот когда Шилла Бхакти Дайтамадова Госвай Махараджи, он был здесь, на этой планете, если я буду рассказывать, как... Он выполнял поручение Гурдава, служение Своему Гурдаву полностью, совершенным образом. И вот когда Махарадж пришел на путь Бхаджана, он вечный спутник Шилла Бхакти Дайтамадова Госвай Махараджи, но мы находимся... Он выполнил его МА, МА-курс выполнил от Канкер Университета. После этого, он получил степень МА в университете, потом... он начал учиться на юриста. И вот, но тем временем он вернулся домой, и... У себя в деревне, это у вас сами было в Голпаре, он увидел на крыше дома его друга, и в Силла Аанжвадди, что он подумал, что саду пришли, и он пошел в тот дом, зашел, спросил, где саду. Они сказали, что отдыхают, приходи вечером, будет Харикаджа. И вот он пришел... Тогда он пришел вечером, когда увидел Бхакти Дайтамадова Госвай Махараджи, он был очень впечатлен его образом. И он в то время, он полностью предался ему. Вот в то время, когда он первый раз увидел его, и поэтому... И вот, когда мы видим Бхакти Расамрита Синдху, вот эти слова, что вначале нужно всем сердцем принять Голодева, а потом принять Дикшину. Но сейчас, наоборот, все происходит, то есть не все знают, кто такой был. Но нет ни человека, кто там сидит, в нашей Тепле. Мы не можем прийти так, так, так. В самом деле, что написано в Харикаджи Глазе, мы не готовы, чтобы следить. В Харикаджи Глазе, Бхакти Махарху, в Низбатти Галукраин, следует тому, что описывается в Харикаджи Глазе, и его человек, Бхакти Махарху, сокрушается, говоря, что сейчас почти никто не следует тому, что написано в Бхакти Расамрита Синдху, о том, какие отношения Глу и Ученика должны быть, и так нужно подходить к выбору Гуру, и как Гуру должен выбирать Учеников, то есть это достаточно долгий путь. И хотя Гуру Деву невозможно понять об уступлении души, но все, что она может видеть, может наблюдать, что… то есть как выбор Гуру нужно очень серьезно проходить, То есть, поэтому говорится, что нужно 12 лет смотреть на Гурдама, чтобы убедиться, что это настоящий Гуру, а не какой-то проходимец. И вот Парамананда Пабу, и Кунжо-Бихара, и Парамананда Пабу, и Кунжо-Бихара, и Парамананда Пабу, они обсуждали, они были с одной деревними. И он сказал, смотри, ты совершаешь служение год-два, так или иначе. А он сказал своему знакомому, что ты хотя бы приезжай на месяц и слушай Харикатху, и когда он приехал, он первый раз услышал Харикатху Шилы Прабхупады, он был очень впечатлен, а еще он был удивлен, что как он говорит, ну, так, что, ну, как будто он один саду, а других саду нету. То есть, хотя он раньше, вот этот человек, он раньше общался с всякими другими миссиями, они как бы тоже считали саду. Ну, а потом он вот это делал, решил уехать с Майапура очень быстро. И вот Парамананда, Он сказал, подожди, подожди, не уходи сейчас, нет, я хочу уйти. Я как бы понял, что он говорит, а не могу понять, что он хочет сказать, очень быстро говорит, поэтому предпочитаю уйти, но он сказал, нет, слушай, не уезжай, продолжай слушать. Поскольку Харикатха, она сама проявлена, и сила невозможная понять, только по милости Гуру и Вашнава вы можете понять Харикатху. Если вы хотите понять Харикатху, с Силой Прохопады, о чем я говорю, вы должны получить милость с Силой Прохопады, иначе невозможно ее понять. И вот Парамананда, он попросил, подожди, не нужно так быстро послушать еще, останься, я знаю, ты можешь сразу не понял, но слушай, продолжай слушать. И вот он слушал Харикатху, и потом, где-то через 10-15 дней он осознал, он понял, что это настоящая Харикатха, я думал, я неправильно понял ее сначала, но теперь я осознал, что это абсолютно истина, она затронула мое сердце, но вначале я не смог понять, что он имел. Но сейчас я понял, какая же сила его слов. И тогда он решил остаться дальше, но он в смысле принять посвящение Харикатху Прохопады, и потом он всю свою жизнь, он совершал служение в Читане Матхи. Это Кунджуда. Он первый, кто сказал, что вы должны ехать в Калькутту, вы такой великий саду, вы должны ехать в Калькутту, чтобы проповедовать, чтобы спасти всех под всю душу. И таким образом, и вот на Калькутте, на Ультаданге, улица Ультаданга была, вот они арендовали комнату, это первая. То есть Кунджуда, она началась в том, в том, в проповеди в Калькутте, началась вот на этой улице, на Ультаданге. И вот Кунджуда, он еще, он работал на почте, он с утра готовил какое-то подношение для Господа, предлагал, потом кормил шилку охлада, и потом ушел работать на почту, отдаловался. И вот такое служение он совершал, и вот из бхакти Расамрита Синдху я произнес эту штуку, но вы не можете поверить. В начале всего, когда вы видите какого-то саду, то вы чувствуете, что я должен предаться ему, он Верховный, настолько велик, настолько чист, я чувствую притяжение. Но, и вот после, если у вас есть такое чувство в сердце, то тогда нужно спросить. И вот таким образом постепенно вы должны слушать Харикатху, и Магурдев также. Он совершался, он работал в каком-то порту, но после работы он ходил слушать Харикатху в кечеле Пракхупаде, и вот после того, как он... А сначала он получил Киртан Ананды Прабу, предного Гаудья Матха, он получил Гаудья Патрику. Он слышал, что был такой Шрила Бахчана Такура, Шрила Прабхупад, поскольку Бахти Ратнакар Такур, он ученик Бахчана Такура. А Грума Харач и его деревня, рядом соседи были, и эти божества Матхана Матхана, они в Гаишпуре, в районе Кальяне, до сих пор находятся и там поклоняются. И вот Грума Харач, он получил Даршан этих божеств, и так он узнал, Шрила Прабхупаде, и Шрила Бахти Ратнакар Такура, и вот Шрила Бахти Ратнакар Такура, так же, как вот согласно этому стиху из Бахти Расамрита Синдху, то есть, впереди всего, когда вы увидите вашего Грума Дова, вы увидите сердце, его примите ваше сердце, скажите, что это да, это мой Грума. Как в моей жизни это так же случилось, я увидел фотографию Шрила Пури Гасам Харач, и голос внутри сказал мне, что это твой Грума, вот это твой Грума, и потом я познакомился с ним, и получил Харинаму Девчу и Саньяс. Как в древние времена, дочери, цари, они сами выбирали себе мужа, как вот Ситадеви, Драопади и прочее, они все выбрали себе мужа. И таким образом, такова процедура. И, конечно, Кардама Риши, так же. Кардама Риши и Девахути. Девахути, дочь Ману Махараджи. Но Девахути, она услышала о Кардаме, о славе, о Кардаме от Нараджи, и она решила побежать, ну, жениться, выйти замуж за Него. А как выйти замуж за Него? И после этого Ману Махараджи, он, они сели весь на такой, на летающий Виман, и полетели в Гималайю, где Кардама Риши, точнее, не Гималайя, а Бинду Сарва. И вот они приезжали на это место, и они пришли с молитвой о Риши, если ты можешь принять мою дочь в качестве жены, она полностью подходит к тебе, вот она уже предалась тебе. И тем самым временем Ману Махараджи, он уже узнал, вот, вековного Господа, что, а, ну, в смысле, Кардама, получил информацию, вековного Господа, что, вот, Ману Махараджи с дочерью прилетает, и с женой тебе дочь хочет отдать, и ты же не с ней. Ну, вот, и сейчас, если вы будете следовать этому пути, этим правилам, которые описываются, Бахтира Самрида Синдву, это правильно, а Шила Бахтира, он так, он хочет этого, то есть все должны следовать Бахтира Самрида Синдву. И вот, Шила Бахтира Лаптира Тагаса Махараджи, вначале он полностью предался лотосам стопам ВДВ, он, когда увидел этого, он понял, что он мой гуру на сто процентов, и он... И там еще был один его брат в Боге, имя его, не помню, к сожалению, он был вместе с Шилой Бахтира, да, это Ману Махараджи, когда мы встретились, он сказал, смотри, ты получил свое образование, а сейчас ты хочешь... Ну, стать судьей, ну, смотри, адвокатом, ну, смотри, устаешься адвокатом, тебе придется слушать всех этих преступников, нужно будет слушать, что они там делают, и их там, ну, судить, то есть всю свою жизнь ты вынужден будешь, ну, беспокоиться. А если ты присоединишься к нам, то это гораздо лучше, будешь слушать Харикадху, совершать киртан, и служить Господу. Гудоев, в смысле, Шрила Бх길ежа Радхидает怎麼了 решила присоединиться к мать Метху. А в то время Шрила Бхких дает Мадхига Сама Храт, он был Ачари Хичи Тани Матха . После того, как Шрила П seusел Бхких дает Мадхига Сама Хра Чан, он был Ачариом Хичи Тани Матха. Потом началась какая-то политика и ему пришлось уйти, А в то время его звали Кришна Валаб Брамачари, то есть нашего груды звали Кришна Валаб Брамачари, а Бхатимараджи Нарутам Брамачари. И Дамудар Махараджи там был со самого... Другой какой-то Дамудар Махараджи в Калькуте живет. Ну, очень пожилой, они первые пришли, и после не было места, где жить в то время, поскольку из Мадхава пришлось уйти. Вот Бхахтидайта Мадхава говорит, что я никогда не хотел быть Ачари. Вы сами выбрали мне Ачари, а теперь мне лишать этого поста и куда же идти. И они сказали, мы не знаем, просто уходите. И вот они в Калькутии на Хазре. То есть они жили в каком-то магазине в то время, то есть если вы попадете в такую проблему, то есть Кришна проверит вас, верите в него на сто процентов или нет. И поэтому в жизни чистых гурой ващналов очень много проблем возникает. Но они не чувствуют никаких беспокойств. В жизни чистых гурой ващналов всегда можно видеть много проблем, много опасностей, иначе не могут доказать, что они верят в Кришну. Но сто процентов есть так много проблем, столько препятствий. То есть Кришна проверяет нас тем или иным образом, если мы пройдем среди, то Кришна, Он готов принять на нас. Но не все могут пройти все эти, не все готовы пройти все испытания Кришны. Все хотят как-то прыгнуть вперед, но это невозможно, то есть нужно совершать сложение. И вот после этого они начали похорядовать тем временем. То есть Бхакти Валактират Агасимов очень поврежден образованный, ищет Бхакти Кришна Валабрам Ачари, действует как секретаря Его Гурты. И выиграл себя в качестве секретаря Кришны Валабрам Ачари. Гурты был очень смирен, но не было у него никаких таких повышенных запросов. Он жил просто, но в то время, когда они жили в магазине, он жил под лестницей, Он совершал служение день и ночь, он даже не смотрел за своей одеждой, он даже не думал о том, чтобы поесть. И Гудев, он говорил ему, иди, ну, своим другим ученикам, что идти с просадами в его комнату, он занят служением, и он забыл принять просад, и вот какой-то вредный потом шел в комнату Бхакти Валактират Агасимов и говорил, вот просад вам принесли, ешьте. И Мадав Гасимов Ахарад, что он спрашивал, и съел я просад? То есть, ну, не просто нужно принести, а еще напомнить, чтобы он съел, иначе он может забыть, и скажи мне, что случилось. И вот таким образом, Анатолий Филе, Бхакти Валактират Агасимов был настолько погружен в Горусство, что он забывал об этом. Однажды у него было какое-то поручение от Гудева, что нужно пойти, что-то отнести к определенному времени, и вот он в 11.30 уже собирался выйти, а тем временем какой-то старший предатель спросил, «Куда ты идешь?» Я иду в какой-то офис, надо документы отнести, но он сказал, что подальше полчаса прийми просад и иди, поскольку когда ты вернусь, все неизвестно, поэтому лучше поешь и идти. Ну, он согласился и начал ждать их. Мадам Гусей Мараш, он мимо проходил и спросил, «Бхакти Валактират Агасимов, ты еще не ушел, ты тут?» И тогда он сразу пошел. Поэтому вы получили свят на Пелегуде вам в то время, и не так всю свою жизнь, он совершал служение во всей жизни. «Бхакти Валактират Агасимов, вы не найдете никакой жалобы на какие-то проблемы, возникающие в его жизни, и как определить, что он великий садду?» То есть, если мы находим что-то садду, на что не жалуются, будьте уверены, что он великий святой. Если настоящий, чистый святой, настоящий садду, он, хотя сможет встречаться с различными проблемами на своем пути, но он видит это все как проверка от Кришны. И таким образом он совершал служение день и ночь. Я написал книгу о нем. Она называется «В поиске настоящего чистого места паломничества Чирхи». То есть Макхаш написал книги на Бенгале и на Хинди, на английский еще не переведено. И вот там я написал, что в Асаме, когда первая проповедь началась в Сарабуге, тогда Парабудья Патри Мадабху Сама Храджи, точнее, не Сарабуг, а другое место. В Сарабуге там начал проповедь, я забыл название храниста, но так или иначе там началась проповедь, и Кришна была брамачарицей, совершила служение, но там проблема была, воды мало. Но в то время еще насосов не было, была колодец, надо было вручную доставать, доставать воду. Но еще проблема, колодец один, а людей много, поэтому надо было еще в очередь стоять. И вот, ну, и он пошел за водой, и вот когда он поднимал воду, и вот он поднимал, он наливал воду, и тут когда женщина рядом стояла, вот случайно в ее виду попала капля вода, и она началась возмущаться, начала материться, ругаться на него. И вот Парабудья с водой пришел, ну, и все-таки пришел с водой, а вот это, ну, несмотря на то, что женщина обругала, батерила его, но ни за что. А когда Парабудья спросил, что случилось, он сказал, что, ну, ничего особого не случилось, то есть он никогда не жаловался, а не накалил ее честь. Ну, и потом эта женщина куда-то пропала, Кришна выгнал ее, чтоб не мешало. И вот таким образом Махараш совершил служение день и ночь, и, ну, еще он, поскольку он изучал юриспруденцию, то есть если какая-то такая юридическая проблема возникала, он ее решил. А для проповеди Махараш, он брал Кришна в Аллах Брамачари, они всегда ездили вместе. А иногда он даже отправлял его одного. И так я слышал от многих преданных, что мы Мы убедили Кришна в Аллах Брамачари, и потом решили прийти в сречитание Годи Мат, как, например, Риши Кеша Махараш. Он был секретарем финансового министра. Он был секретарем финансового министра, он ушел. Он был этим инчарджем в Калькутском Матхе. Он прежде работал секретарем министра финансового местного. Он никогда не видел Гудова своего, но когда он видел Бхакти Валаб Чиртагаса Махарадзе, он услышал его харикатху, и он очень привлекся этим садом. И он подошел к нему, сказал, хочу поговорить с тобой, узнать о тебе, откуда ты. Но он сказал, пожалуйста, приходите к моему Гудову, и так много преданных пришло. Мы только увидели Бхакти Валаб Чиртагаса Махарадзе, то есть когда они увидели Бхакти Валаб Чиртагаса Махарадзе, они почувствовали вдохновение в их сердце. И вот в Рамнаваме я говорил в Дауджи Мандире, и был там один преданный из Австрии. Он говорит, что Махарадзе, то есть я был совершенно непреданный. Но когда Бхакти Валаб Чиртагаса Махарадзе был в Австрии, случайно меня пригласили на его харикатху, и я увидел его первый раз, услышал харикатху, услышал его киртан. Я, правда, ничего не понял, что он говорит, но потом он начал киртан. И вот когда он начал киртан, я очень испугался, я хотел куда-то спрятаться за какой-то колонной. Настолько могущественный киртан, и его глаза были подобны Нри Симхе. И я почувствовал, что, о, да, это тот могущественный саду, и настолько велик его киртан. И с тех пор, то есть он и до этого никогда не видел своего Гурдева, но потом, а перед этим, когда увидел Бхакти Валаб Чиртагаса Махарадзе, то есть его сердце изменилось. И когда он начал саду санга, он почувствовал, что такое саду санга, тогда, в тот конкретный момент, это чувство саду санги, оно пришло в мою жизнь. И все в своей жизни я тоже был очень вдохновлен, видя, как Гудан совершает киртан. Раньше мы следовали с Шилой Бхакти Валабхи Чиртагаса Махарадзе, поскольку он был уже пожилой, он дал наставление нам идти совершать парикраму вместе с Шилой Бхакти Валабхи Чиртагаса Махарадзе. Вы почувствуете, поймете, что такое настоящая парикрама. И вот тогда я шел вместе с ним, мы совершали Враджа Мандал Парикраму, Гора Мандал Парикраму. То есть сначала Гора Мандал Парикраму совершили, а потом Враджа Мандал Парикраму. И Махарадзе, ну и не были отношения с ним, он знал, что я ученик Шилой Бхакти Валабхи Чиртагаса Махарадзе. Но в то время, ну, я не знаю почему, но по милости моего Городева, может быть, то есть у меня были отношения с ним. Ну, поскольку у меня было служение по поводу публикации, я часто останавливался в читании Городи Мадхи и Городеву. Он тоже дал мне какое-то служение, когда я был в Бхамачаре в оранжевой одежде, в Шафране. Он говорил, Ришикеш Махарадзе, если все, мол, Кришна приходит, то, пожалуйста, позови его. Я хочу сказать ему что-то. И после этого, смотрите, Махарадзе дал мне служение, различные служения. Иногда Махарадзе говорил, ты должен редактировать ту книгу или сделать то или то служение. То есть Махарадзе давал различные виды служения всегда. И Махарадзе иногда говорил, что по милости твоего Городева я начал попробовать за границей. Но Махарадзе не готов ехать за границу. Он думал о себе, как о плаче душе. Но сила Бургаса Мира сказал, нет, ты должен ехать. Махарадзе сказал, что те иностранцы, ты должен спасти их. Но если вы даете такое наставление, я должен ехать. Махарадзе, если я умру там, что делать? Нет, ты должен ехать. Ты не подсаджа и Махарадзе. И даже Нан Гусли Марадзе тоже написал книги в первую очередь. Я поехал. А потом я иду. И из Америки я всегда писал большую книгу. Я всегда читал книги и говорили к Городу Марадзе. Большую книгу. В ситуации там, что я говорил, что я читал, как его проповедь происходит. Я получал их и читал книги. Я лично читал книги. Они были очень большие письма. Таких вещей. Махарадзе начался в аэропорте. И после этого Махарадзе сказал, что Махарадзе сказал, что ты у вас есть. Махарадзе сказал, что ты у вас есть? Если у вас есть время, то нет. Я у вас есть время для вас. Все время. Ты должен идти в аэропорту. В какой-то аэропорте вы приходите. Ты должен был в аэропорте. Да, Махарадзе. 100% и я не видел. И я пришел к Ампорту. Я взял одно такси. И по дороге преданное, но только приехали, ничего не знают. Даже с подвозком. Я не знаю. Я сидел с подвозком. Это было все равно. И когда они ехали в Матху, я говорил о славе. Бхакти Валатвертия Госдам Ахарадзе. И по дороге, они уже... Они уже были наслышаны о славе. Бхакти Валатвертия Госдам Ахарадзе. И вот это Махарадзе был очень доволен моим служением. Иногда я вечером приходил, а Вадх был на собрание. И вот это Махарадзе был настолько сознателен, что невозможно найти ни капли, ни ложного эго. Он великий Ачаре. Он никогда не думал о себе, как в великом Ачаре. И когда Бхакти Дайтамадогаса Махарадзе дал его пост Ачаре, то он сказал, что нет, я не достоин. Бхакти Махарадзе лучше меня. Но Махарадзе сделал его Ачаре. Поскольку он знает, что если я дам ему это служение, то... А то он сделает его идеальным образом и всю свою жизнь. А Бхакти Махарадзе был секретарем всю свою жизнь. Поскольку он знает, что... Но он знал... И вот Груда сделал его Ачаре, хотя он никогда не хотел им быть. И вот он отправился во Френдаван. И никто не мог найти, где он находится. И вот они искали, искали. И один панда. Он отец Гридхари Панды. И вот он искал, и нашел Гвадева на Гаминдакунде. И он поехал туда и сказал, что ты должен отправиться в Калькутту. Нет, должен поехать. Если не поедешь, я вот застрелюсь перед тебе. И поэтому давай собирайся и поехать прямо сейчас. И вот этот панда, он был очень населенный, взял его и повез в Калькутту. И вот там на собрании они зачитали это завещание. Мадхагасим Махараджа пришел адвокат. И он показал, вот смотри, вот доверенность. И вот ты следующая Ачаря. Но когда он пришел... Но первый раз, когда он получил Харинама идею, Мадхагасим Махараджа первое служение, чтобы проверить его охараж. Мадхагасим Махараджа первое служение, в то время Мадхагасим Махараджа была Ачарья. И он отправил Кишнавалабхам Ачарья в город Сувановиха. Это здесь на Гадруме находится. А в то время это был лес. Никто не хотел ехать туда. Там была гур Виграха, но преданных не было там. Не было никаких удовств. Просто одни змеи и шакалы. Вообще ничего не было. В том, когда готовить, где жить, то не было там ничего. Много комаров было. Шакала в ночи. Для готовности тоже ничего не было. Но сегодня мы не хотим. Наталья из вашей печени. Наталья измельчат, поцелёв, поцелёв, поцелёв. Но мы не хотим. Ах, я не люблю. В то же время я тоже готовил. Уден, Уден, Уден. Я готовил в моем храме. Я должен готовить. Это Сева Радхарани. Они не позволяют мне готовить. Я должен готовить. Не так, что я не могу говорить. Я должен готовить. И никто не может видеть, что я готовил, как в Храме Джаланда. Внутри люди не могут знать, что сегодня шамараса. Никто не должен знать, что готовится. Так что Эволюция пришла с меня. Я так готовил. Никто не должен ходить. Никто не должен смотреть. Никто не должен заходить на кухню. Быть Эволюционный. Кухня закрыта. Внутри кухня. Кухня закрыта. После того, как все приготовят, покоят. Жагнат Мандири пойдут подносить. Только потом можно тому-то показать. И вот Сила Бхактин, в чертаге самое хорошо. Он как-то готовил там на этих листьях банана. с бутылками. С бутылками. С бутылками. С бутылками. С бутылками. Температивно. Стоит, чтобы скринь, скринь банана, и дать огонь с керосином. С бутылками. С бутылками. Если вы не дали эту листья, то снова нужно светить. Это было проблемно, поскольку эти листья банана плохо горели. И так он... Ну, поскольку Глодов ему сказал, чтобы совершать служение там он... Несмотря на то, что у него было высшее образование, он начал получать там степень... Ну, в следующую степень, то... Он не возмущался. И в читании Годи Мати, я говорил об этом, во френдовании вот... Недавно я начал с этого, что Ачария не может быть выбрана выборами. Шила Павпад, Бхатистанта, Савасвати Госвами говорил, вы не можете выбрать Ачарию через выборы. Ачария, он самопроявленный. Его невозможно выбрать. Только Глодов может видеть, что он Ачария. Много раз я говорил об этой Сиданте, что тот, кто Садсиша, тот настоящий ученик, он есть Гуру. Садсиша значит он Гуру. И только Глодов может видеть, что он Гуру. Но через выборы невозможно выбрать Ачария. Это невозможно. И где-то 15 лет назад одна проблема случилась в одном месте, в даме. В даме какой-то один пожилой Ачария. Ему, ну, был достаточно ста, и все ученики пришли к нему от Гуру Дэв. Гуру Дэв. Вы являетесь лилой болезни, вы пожилы достаточно. И если вы сможете назначить какую-то Ачарию для будущего, то кому следовать? То есть, ваше общество может распасться. И Гуру Дэв посмотрел на своих учеников и сказал, что если по милости сочетание Махапрабху, я организовал это общество, но если по его же милости сочетание Махапрабху. И вот он сказал, что я не думаю, не нахожу никого достойного сочетание Махапрабху, что она, ну, быть Ачарией. И что же делать? И тогда те ученики сказали, ну, то ваше общество может распасться. И он сказал, что ну, если по милости сочетание Махапрабху, я организовал это общество, если по его же милости оно распадется, это тоже хорошо, я согласен, но Ачарией не могу никого сделать, поскольку, ну, не вижу достойного. Ну, я не хочу назвать того Ачарией, кто сказал так, но он был очень строг. И вот смотрите, через, ну, последствия, через Гурусева он уже был Ачарией, то есть его не выбрали. И через Гурусеву, безупречную, безперенную Гурусеву он уже был Ачарией. Только Мадхов Гусей Махар смог увидеть, что он Ачарией. То есть это, ну, не так значит, что его он выбрал в качестве Ачари. Он всю жизнь совершал такое великое служение. И после того, как Мадхов Гусей Махараджи ушел, он совершал парикрамму, он совершал парикрамму под руководством Пури Гусей Махараджи, куда бы он ни шел, он просил Махараджи, чтобы он говорил Харикадху, он переводил то, что он говорил. И в Ачамаде парикрамму не всегда можно время поддерживать. Иногда, ну, какие-то препятствия на пути возникают, идут какие-то бредные. Ну, забеспокоились и начали гурдово с Шиле Бхакча Аллахи. И все-таки Гусей Махараджи говорит, что, смотрите, вот из-за опори Гусей Махараджи мы постоянно опаздываем, он уже старый, и поэтому из-за него опаздываем, не можем побыстрее пойти, там поесть, там походить, и Махараджи стал подобен на ресимхе, идите, идите, ешьте быстрее, а я буду следовать и Шиле Бхакте Памхуда Пури Гусей Махараджи, поскольку я не могу видеть тому, когда он идет своей палочкой медленно и смотрит на места Лил Кришны, он описывает их величие, вы можете идти, а я буду следовать за ним. И он стал подобен на ресимхе, и сказал, идите быстрее, поопаздывайте, уходите, а я пойду за Махараджем. И вот он был очень строг, всю свою жизнь. Его характер, он был настолько велик, что все мы должны следовать ему. какому все мы должны следовать. Какому много раз случалось так на западе на западе на западе он сидел в каком-то помещении, харикатха окончилась, и какой-то преданный хотел встретиться с ним. И так или иначе один и второй преданный пришли в его комнату. И вот какая-то женщина пришла, она не знала вообще, как планиться и как оказывать. почти нет, она вообще ничего не знала. Ну, из какой-то там деревни приехала и смотрела на Махараджу и начала плакать. И просто плакать, но так очень громко. и после этого, когда она пришла, спрашивали, почему ты платишь внутри комнаты Махараджи, Махараджи, те ничего не говорили. Она сказала, я не знаю, когда я вошла в комнату Махараджи, я увидела его, я просто расплакалась. А какого причина? Я не знаю, просто сердце начало плакать. Это была мать Камалакши. Это с ней много раз случалось, когда она видела его и в Европе. Также какая-то женщина, она была, она пришла какая-то полуголая в комнату Бахтери, Гаса Махараджи. Она все заняты служением. Она пришла посмотреть на саду, но не слышали, кто такой саду. И вот пришла, посмотрела на Махараджи. Махарадж, он как ребенок посмотрел на эту женщину. и из нее стало стыдно. И вот она захотела как-то спрятаться. Когда она вышла, она сказала, что я привыкла так полуголая везде ходить, но когда пришла в комнату Махараджи, то посмотрела в его глаза и стало очень стыдно. Я почувствовал какое великое чувство в нем. и я поняла, что в таком виде нельзя перед ним быть. И таким образом Махарадж настолько могуществен, я не могу описать его величие. и после того, как ушел Гуру Махараджи в Гукуле, когда Махараджи пришел, его пришел и его привезли на машине, он зашел, совершили Махараджи его вот таким вот Махарадж он всю жизнь совершил служение своему Гурдову. Иногда он был с Гурдовом, они ехали, были в Панджаби на проповеди, и там в различных местах поблизости в Амрицаре был там первый в Амрицаре началась поповедь сила Бахчи Дайтамада Гусема Храдзе и вот он с какими-то предателями поехал туда и там я видел тот храм где-то конкретное место то есть это не храм Гурдя Матха просто какой-то храм и вот Махарадж совершал Киртан Бахти Вала Апчиртана Махарадж вместе с Гувадевом они совершали Киртан и когда они совершали Киртан все Панджабцы вокруг пришло несколько тысяч человек и они начали смотреть на их восхищаться Киртаном они никогда не слышали никогда не видели такой Киртан и такой танец Матха Гусема Храдзе он был очень высокий вот он воспевал святые имена и эти Панджабцы они все были очень удивлены от этих Киртанов мы тоже никогда не слышали и на следующий день они опять пришли в этот храм и спрашивают Бахти Вала Апхитирджи и Гусема Храдзе сегодня опять Киртан будет и Гувадев он пошел в комнату своего Гувадева и поклонился и спросил то смотрите люди приходят опять спрашивают будет ли опять Киртан сегодня Матха Гусема Храдзе посмотрел и он ничего не ответил но он просто посмотрел но ничего не сказал то есть он просто спросил но Гувадев посмотрел на него и ничего не ответил но это все места Майавады поскольку есть один чистый Вашнав автоматически то все могут все чувствуют при прилижении к чистому Вашнаву поскольку Кришна он все привлекает почему любые люди которые приходят к чистому приходят в соприкосновение к чистому Вашнаву почему какое-то чувство возникает в их сердце поскольку Кришна все привлекающие поскольку он находится в сердце чистого Вашнава и соответственно люди привлекаются им и потом возникла какая-то проблема после того как Гудов стал очаре начали всякие завистники писать на него доносы эти жалобы дела уголовные на него заводить его братья боги ну вот он ходил судился с тем и с тем но не жаловался они когда вот Дамадар Махарадж Кришна Награ он он пришел к Шиле Бхати Валаке и начал ругать его что вы там то и то делаете Махараджи просто опустил голову и ничего не ответил что он мой старший брат в Боге ничего не ответил почему он не говорит что что это сделать за что вы не ругаете то есть может уродов меня сделал ачарей но вот мой старший брат нашел какие-то проблемы недостатки значит ругать ничего плохого нет но он думал таким образом никогда не возмущался и таким образом мой Грумакарадж говорил он пример Тринадапи и до последнего момента он совершал свои обязанности он очень мягко сердечен если какие-то преданные делают что-то неправильное кто-то жаловался что надо выгнать его из Матха но Махараджи говорил ну как я могу его выгнать что он болен он пришел в госпиталь а мы для того чтобы помочь ему и как я могу выгнать его выгоню и его он потеряется много раз случалось так много раз во время давания в Майаваде они из-за ну из-за зависти они зашли в храм Гокул Махавана они пришли с молотком и с топором и разбили божество там в Гокуле и после этого ну это все узнали везде и собрание организовали и начали выяснять кто свинал но не из-за зависти и разбили божество ну там ну еще там большая большая площадь земли ее тоже украли как-то юридически и на собрании все преды из Панджаба и прочего сказали давайте разрешите мы как следует наказываем что мы они будут сидеть в тюрьме дайте нам указание за очень быстро у нас там есть люди в Дели они посадят но Гурдов начал плакать что они не виноваты может быть я виноват в этом из-за меня это случилось что я не совершаю баджан должным образом и поэтому это случилось и махарадж сказал так он никогда не жаловался ни на что и таким образом мы видели многие преданные они даже собаки махараджа не хочу называть их имя но он как бы служит махараджа но как-то ругался с годом в то же время махараджа посмотрел на него ничего не сказал и через несколько дней он сильно заболел и почти умер и вот таким образом махараджа никогда не выгонял никого из махараджа так случалось что люди сами попадали в какую-то ситуацию и также много прекрасных преданных приходили чтобы помочь ему и я очень опечален очень извиняюсь что и но в то время особенно в то время я был в Бриндаване Радхакун рассказывал в день в банке Радхакун и вот однажды я был на Градхакун говорил харикатху там вот и вот в тот день я говорил харикатху и посреди харикатхи я расклакался и махарадж пришел обнял меня я чувствую что махарадж хочет уйти из этого мира я начал плакать я не знаю почему я сказал так потом вернулся в Майпур и через несколько дней я махарадж он являлся такой лилой болезни перед уходом я отправился к нему и все люди они знают меня они увидели меня окружили меня и я получил дальше махараджа и потом думал что же делать если махарадж уйдет то что делать это будет тьма опуститься на этот мир и у меня типа что-то спрашивали и потом я вернулся с тяжелым сердцем я чувствовал что если махарадж уйдет то ничего хорошего не будет и после где-то через несколько дней я позвонил в Прасаду я звонил Прасаду от его телефона он звонил Прасаду и дал мне телефон что махарадж сказал пожалуйста дайте внимание к моему я сказал слушайте внимательно там был один махарадж который повторил мантры которые приятны мантры какие-то которые препятствуют выходу от души из дела поскольку время окончилось махарадж хочет уйти не надо его остановить то есть он хочет уйти из этого мира но из-за того что этот тот махарадж повторяет эти мантры он не может уйти и попросить его прекратить поститься и повторять мантры это было около четырех или пяти вечера и как он только и в этот же день через несколько часов около десяти часов гурдев он ушел из этого мира и после этого начали уже сообщили что гурдев ушел и вот я хотя не достойно гурдев дал мне очень много милости однажды во виндаване махараджи махараджи сказал что это твой мать твоя гурда и ты должен совершать служение здесь и махараджи и и я написал махараджи письмо письмо. Но почему? Потому что я говорю о Ашхиды Павхупаде в абсолютной истине, но не все готовы слушать это, не все готовы это терпеть. Они говорят, что я всегда критикую всех, не критикую никого. Я говорю о том, что говорил Ашхиды Павхупад, но некоторые мне нравятся, они всегда что-то давят на меня. И вот примерно 16 лет назад я написал письмо Махараджу о Махараджи. Будь уверен на сто процентов, я получу сто процентную милость от Тебе. Махарадж, будь уверен, что несомненно, я получу всю Твою милость. Никто не сможет получить столько милости, сколько я. Я никогда не думал, что ты мой брат Боги. Вы мой Шикша Гуру. Гуру Дефушу. И вы даете мне поддержку, любовь и заботу. И однажды Махараджан позвал меня в свою комнату в Кальгуте. И там, в Кальгуте, на читании Гурди Мадхи, внутри комнаты, никого не было. В то время не было никаких ограничений. То есть он жил, можно спокойно зайти к желающим. И я поклонился ему и сказал, Махарадж, я хочу. И он сказал мне, я хочу дать ему служение. Ты можешь быть и главным редактором нашего читания Вани. Но я сказал, Махарадж, проблема. Махарадж, я очень люблю вас, но вы знаете это наверняка. Но я очень молод. Они не позволят мне спокойно совершать это служение. Я хочу совершать это служение, но будьте уверены, что они мне не позволят свободно совершать это служение. На Махарадж посмотрел на меня и сказал, да. Если я буду главным редактором, то будут мне говорить, что ты вот это не так делаешь, нужно вот так. А я так не могу. И Махарадж меня поддерживал всегда. И когда я принял и получил Бабу Джавёж, первый в Пури, в Нилачал Кшатре, это наивысшее место в Випралампра расы, согласно Бхактиноду Такову, в Пури, в Пуршотамдаме, в Грумаха расы. Он совершил баджан там в последнее время. Он был полностью погружен в свой баджан. И с Майапура я приехал туда, в Грумахарадж дал мне веш. И после этого Грумахарадж начал шутить со мной. И после этого, в тот день, в день, Расапу Ниме. Ночью я был на крыше Груды в комнате и с утра. Всю ночь я повторил Харинам и думал. И в то время можно было видеть Суда Шанчакова Джаганатха. Часто мы понастроили всего. Но в то время комната Гопинад Гвазиматха была высока. Крыша была высока и можно было видеть храм Джаганатха. И вот я повторил Харинам и думал, что Гвадев сделает для меня. И я потом, после рати, пошел к Ленинце Гвадеву и Гвадев посмотрел на меня и сказал, что всю ночь я думал о тебе. Как ты не отдыхал? Нет, не отдыхал. Почему? Я думал о твоем будущем, о твоей будущей жизни, о правде. Грума Хараж посмотрел на меня и сказал, я думал, смотрел насчет твоей будущей жизни. И вот я пришел. Принял оморение, пришел и Грума Хараж дал мне одежду Баба Джовеш. Он объяснил столько, чего никого не было там, я был один. И после этого Грума Хараж дал мне служение. Ну, в Ане Сеуне, всю жизнь было такое служение, особое служение, которое он обрел, а получилось в Гурдео Атхилы Павлопады. И после этого я пришел в Чайтан-на-Гури Матхи. И Бхактир Валактир Дагустан-на-Гури Матхи был первым, и я встретился после того, как получил Баба Джовеш. И было очень стыдно заходить в его комнату. Но Решикеш Махараджи схватил и сказал, Махарадж хочет видеть тебя. И он зашел. Пошли вместе, никого не было, только Решикеш Махараджи и я. И он сказал, Кришна в белой одежде, почему он должен принять саньяс? Но я сказал, Махарадж, я не достоин, вы можете проповедовать. Но Махарадж сказал, нет, почему ты должен принять саньяс? Вот ты должен проповедовать. Но я сказал, Махарадж, я не могу проповедовать. Вы должны проповедовать, я буду за вами. Но Махарадж знает, что я не могу, но есть то, что готовится. Поскольку у меня особые правила чистоты и прочее, Махарадж этого знает, что он не может есть везде. И он сказал, что для меня готовят, может с моей тарелки есть. Но как это? Но я не могу проповедовать. В Чоннигарадж, иногда Бхагатимхан Дархатимарадж сказал, что у меня есть что-то, что вы можете дать мне? Я не могу проповедовать мою жизнь. Иногда я не могу проповедовать, потому что я не могу проповедовать. Но я не могу проповедовать, но он не мог не... То есть готовит он не всегда чисто, поэтому я не ел то, что готовят обычно. И я ел то, что готовят для Бхагатимхана или для Бхагатимхана иногда. И таким образом он поддерживал свою жизнь. И потом началось проповедь на Западе, Бхагатимхан Алабхиджах, Махараджа много преддыха начало приезжать. И Махарадж дал мне, он явился ко мне во сне, обнял меня, благословил, ну и сказал, что он уходит, и перед этим он тоже явился ко мне во сне с параманой в серебряной емкости. Это давно достаточно было, и таким образом Махарадж, о других вещах я не должен говорить, как я получу его милость, какие-то простые вещи я могу сказать, чтобы вы почувствовали вдохновение, но я не могу говорить о всем. И вот наши шикши-гур-врага, они дали мне наставление, мой гуру Махарадж, и все другие, Шилашанта Гусе Махарадж, Бхакти Нилой Гири Махарадж, Бхакти Вардан Сагра Махарадж, Сатя Говинда Махарадж, Найанананда Прабу, Они все спутники Шилах Махарадж, Бхакти Нилой Гири Махарадж, Бхакти Нилой Гири Махарадж, Бхакти Нилой Гири Махарадж, Найананда Прабу, Все они дали мне наставление, я должен говорить Хари Катху. Я не знаю, почему я начал, и так продолжаю, я не знаю, могу. или ещё сделать какое-то слушание для вас, если вы найдёте какой-то недочёт, можете не предупредить. Субтитры создавал DimaTorzok То есть у всех есть какие-то проблемы, они автоматически, какие-то беспокойства, они как бы возникают, и вы должны, ну, как-то... Если вы хотите получить результат инфуши, то это моё предложение, чтобы эволюция. Ну, какие-то маленькие проблемы, вы можете игнорировать. И Тринадохни, Баба, если вы имеете в виду, и как вы понимаете, что там нет никаких проблем. То есть, ну, чувство Тринадохни, и как оказывает должное почтение, должное уважение всем, это... Вы тоже должны знать. То есть, например, Гурмакарадж, как бы, он даже как... Ему уклонился какой-то ребёнок, там, 50-50 лет. Он уклонился, ему первое, даже ребёнку, даже, и я тоже. Я уважаю всех матаджи, всех и всех остальных. То есть, у меня есть такое искреннее уважение. Я очень счастлив, что вы, ну, что вы пытаетесь совершать какое-то служение. Если вы сможете, ну, организоваться друг с другом, то вы обретёте милость в будущем. То есть, вы все должны, ну, уважать друг друга. Поскольку, если вы совершаете баджан, твоя любовь, она автоматически явится всем... Вы будете любить всех живых существ, не будет никакой зависти, никакой вражды, никому. Дай-ну дай-а, анне-ман, патисто-баржан. Чани-гу-не-гу-ни-хани-караха-киттан. Бхахтима-то гиби-на-ле. Дай-ну дай-а, анне-ман, respect to others. Дай-не, you know? Дай-а, you know? You know? Дай-ну дай-а, дай-а, means so mercy, so mercy. Дай-ну дай-а, анне-ман, патисто-баржан. То есть, мы должны иметь все эти качества... То есть, кто-то может говорить про мне плохо, но я не... Я просто смеюсь. То есть, я не гниваюсь на них. Поскольку, если я гнивую, если это значит, во мне есть какая-то слабость. Но наставление Шрилы Пахупады в том, что... То есть, у Пахупады говорит, что просто... Ну, совершать какую-то... Уединенный баджан, без... То есть, это... Ну, мало. Шрилы Пахупады говорит, что в байшнаве пратиштха Нужно ее принимать. То есть, если мы не принимаем ващнава, практически художественным образом можно отправиться в ад. То есть, кто-то может возмущаться, что, например, я говорю на английском, они как праба-вод же на английском не говорите, то есть, могут даже за это критиковать. Но я просто смеюсь над этим. Я хочу, чтобы вы слышали то, что сказал Шри-Профюбат. И постепенно вы должны совершать служение всем своим сердцем. Совершайте служение. Вы пытаетесь понять сердце чистого ващнава. Какое чувство в его сердце, что они хотят. Если вы хотите удовлетворить их, мой гур-дефон сказал, то есть, когда я говорю, кто-то может подумать, что Махарадж хочет, чтобы... Ну, ему что-то надо, и поэтому он говорит таким образом, что вы должны... Вы должны... Если вы можете имплементировать, то автоматически вы не должны бороться. Барти Мараш сказал мне, Махарадж, ты думаешь, что я так много книг читал? Махарадж много раз говорил мне, что ты не думаешь, что читал так много книг. Я просто слышал, что он буквы враги совершал служение, и таким образом я обрел это знание. Махарадж сказал мне, но в то время, в день и ночь служил служение, у него не было времени читать книги, но все же я получил силу, такая седанта, и развилось в моем сердце. И Бахти Виген Барти Мараш совершал служение очень могущественно, вы не можете понять. В Кумбхамиле, во время Кумбхамилы в Аллахабаде, вот, и там, Бахти Ви Чадавру Син, Махарадж и прочие, они участвуют там, они написали письмо. Но это был последний, но очень поздно уже. Письмо пришло, и предные начали гневаться, почему он пришел? Где же место? Где место? Последний пришел, где же место? И Бахти Виген Барти Мараш сказал, место есть, вот мое место. Мое место есть, я могу позволить ему остаться здесь. Я могу остаться, нет проблем, вы можете остаться. жить здесь, а в мое место. Ну, то есть они там, в общем, приютелись на очень таком маленьком клочке в земле, поскольку они знали, что есть Гурага. Здесь мне есть возможность служить Гурага. И что еще? Для чего еще я приехал на Кумбхамилу? Ну, явно не для того, чтобы ругаться из-за какого-то места, каких-то удобств, вы должны любить друг друга. Если какие-то есть не какие-то недостатки, вы прощаете их. То есть вы должны видеть, главное, вы должны думать позитивно. И вот, в следующий раз на Экадоше будет Хари Катха. Я более подробно обсужу это, как развить Вашнавский этикет, как стать великим Вашнавом. Я хочу видеть вас всех вместе. «Чистота» – это залог здоровья или благочестия, как говорится в английской пословице. «На чекал, на чекал». Я сделаю жоп.